Привет, я там снял фильм, я там типа из маленького города, from Sibir, типа, попал в своей жизни в некоторые обстоятельства там сложные и вот решил снимать кино. Одни разговоры, черно-белый цвет и больше ничего. Какие-то женщины пришли, там что-то мне вопросы задавали, там что-то отвечал, было прикольно. Все на тебя смотрят, как-то это вызывает какой-то резонанс. Я в первый раз с такими столкнулся, с какой-то такой популярностью. Потом был просто бум, у меня такого никогда не было. Это что вообще, типа, ты снял, типа, вот это ты снял. Не, я вам еще покажу. Я буду просто там обжиловывать мясо, или думать свои какие-то вещи, возвращаться домой там и все. Если такой же эффект получится, что всем понравится, то я просто не понимаю этот мир, наверное. Как вообще? Типа, как это возможно? Как-то так. По-другому не может быть. Ты герой. Такая штука. Всем привет! На связи культурный центр Порт. И это очередной выпуск онлайн-модификации нашего культурно-просветительского проекта «Волшебная гора», в рамках которого мы встречаемся и беседуем с наиболее знаковыми и интересными представителями творческой среды Сургута и Югры. Сегодня у нас в гостях сургутский режиссер, сценарист, автор фильмов, игрового кино, который работает в нашем регионе, Стас Крючков. Стас, привет! Привет, Юрий! Начнем, наверное, с азов, так сказать, с истоков. Расскажи, где ты родился и как ты пришел, собственно, к кинематографу. Я Кореной Белояровец. Живу в Сургутском районе, но сейчас в городе. Как пришел, ну, как попал в своей жизни в некоторые обстоятельства сложные, и вот решил снимать кино. Вот решил высказаться, и потом понял, что очень хорошо высказывается при помощи кино, помогает внутреннему миру, да и вообще прикольно. И кому-то вокруг тоже может помочь, кто снимается и снимает. Приятное времяпрепровождение с занятием, съемкой кино. Ну, я думаю, кто немного о тебе в курсе, они знают, что у тебя нет никакого образования в этой сфере, не было на тот момент, когда ты начинал. То есть это все возникло чисто спонтанно, и каким-то, какими-то, ну, в общем, ты осваивал все, так скажем, на ощупь. Ну, да, просто хотелось как-то высказаться, и вот путем проб и ошибок у меня просто большая насмотренность. Я очень люблю кино, или с шести начал смотреть, наверное, фильмы, и мне все, вот даже отец как-то недавно вспомнил, говорит, типа, я не знаю почему, но ты, типа, в шесть лет смотрел «Крестный отец» все три части, хотя там был, типа, «Скрушь Макдак», я не знаю, почему ты это делал, типа, но это был твой любимый фильм. Вот, я что-то там находил в нем. И я очень много фильмов смотрел, у меня была большая насмотренность и в теории, так как еще на тот момент в интернете нельзя было найти, было такое количество видеоуроков, как все это делается, то есть какие-то знания получить. Я как-то все опытным путем это проходил, то есть пытался что-то сделать. Плюс тогда в Российской Федерации появился такой феномен, как региональное кино, то есть в каждом округе появлялись какие-то вспышки. И самая крупная вспышка это была фильм «Решала» в Улан-МД, когда сняли. Это прямо, ну, всколыхнуло, такой, типа, региональный, можно сказать, кинематограф, что обычные люди там, ну, с образованием, конечно, но как-то своими силами в городе взяли и сняли фильм, который вышел, ну, федеральный прокат и какие-то деньги даже заработал. Потом после этого вышел фильм «Дети 90-х», он тоже очень сильно прогремел. А почему в этих фильмах выбирались такие легкие криминальные тематики? Во-первых, потому что эту тему очень легко эксплуатировать. Во-вторых, она, ну, очень хорошо проходит именно зрителю, который может купить билет. Ну, и, соответственно, очень легко простроить драматургию именно в криминальном сюжете. То есть какое-то понимание есть, ну, легко какой-то сюжет провести всегда можно, даже не имея какого-то навыка и углубления в какой-то материал. Вот, ну, я, ну, как бы, я все это чувствовал, видел тоже, и для меня был толчком, скорее всего, это наш режиссер Сургутский Александр Амонтов. Я помню, это был, наверное, 21 год, это был 2011 год. Я посмотрел его фильм, вышел «Другие люди», я увидел его по новостям, где-то там по федеральному, по нашим местным телекомпаниям. И я когда посмотрел этот фильм, я узнал, что это Сургутский режиссер, я вдохновился, потом я узнал, что он вообще слепой, я был в шоке. И, как бы, я вот был восхищен тем, что он создал. А вдруг у меня есть такая штука, я захотел его обойти, думаю, ну, давай, если это реально на самом деле, почему бы я тогда это не делал? И предпринимал какие-то попытки каких-то съемок, вот. Потом уже он, ну, как бы, начал двигаться дальше, параллельно. Мы с ним уже начали общаться, то есть я там уже перешел в какой-то свой юношеский максимализм, а там собрался, там, когда я видел его в аэропорту, например, и всегда там говорю, Монтов, типа, идет, ничего себе. Хотя я понимаю, что, типа, у меня спрашивают, что такое Монтов, я говорю, ну, что это, ты же режиссер наш, нифига себе. Ну, типа, я был всегда восхищен, он был крутой чувак. И в какое-то время мы с ним даже начали как-то общаться, созваниваться, он мне там звуки скидывал, там, что-то подсказывал, какие-то вещи. Никогда он, ну, с той стороны советы его очень помогали, как-то вот так бодрили меня. Ну, и, в общем, на всем этом шлейфе всех региональных фильмов, которые выходили, я понял, что, ну, есть возможность, потому что фильм «Дети 90-х», он был снят в Чите, моими ровесниками. Я понял, что это намного ближе, чем недосягаемость. И вот мы начали снимать свой первый фильм, он назывался «Забытый солнцем». Этот фильм я снимал вообще не понимая, как вообще, что делать. У меня была просто камера, я пришел в фотосклад, да, у нас был фотосклад тут, в Ауре, по-моему. И там была продавщица Виктория Стрыгина. Я говорю, короче, эту камеру тут хочу взять, там, кино снимать. Она говорит, да, ну, окей, типа. Ну, говорит, я там что-то могу, ну, там тоже. Я говорю, я вроде фотограф, я говорю, ну, и нормально, типа, ну, вот. А потом вот у меня был товарищ Рафаэль Балиханов, ну, точнее, был, есть. И вот мы начали что-то снимать, как-то двигаться. В течение года мы снимали этот фильм, было много трудностей, с которыми я сталкивался опытным путем, что-то проходил, и в плане сценария, и в плане постановки, и в плане звука, вообще в плане всего. Приходилось решать все эти вопросы самостоятельно, набили шишки. И если, там, этот фильм пересмотреть, хотя, вот, там, я его даже хотел удалить, думаю, ну, ладно, пускай будет, как бы, в назидание. Можно посмотреть хронологию от начала фильма и до самого конца, видно, что, очевидно, прям рост, видно, что, типа, изменилось качество съемки, и вообще полностью, как видно, что за год, типа, насколько мы подросли, за счет всего этого фильма опытным путем пришли и поняли, как снимать вообще. То есть без каких-то консультаций либо. Вот, прежде чем начинал я снимать фильм, я зашел в этот, Сургут Интерновости, сказал, я тут кино снимаю, ну, там, позвал кого-то, там, так, вообще, на энтузиазме. Мне сказали, ну, и что, типа, ты сними, а потом, это, приходи. Я такой, не, я вам еще покажу, такой, типа, ушел. Вот, когда мы сняли фильм, я уже забыл про все это дело, уже на меня вышли, типа, как-то показать сюжет, я только подумал, блин, так это и работает. То есть, ну, если хоть что-то сделать, нужно просто это сделать. А если это хоть куда-то там двигается, то тебе могут, там, не знаю, репортажи тебе целоснять, типа, ты герой, такая штука. Ну, вот такой вот путь. Вот немножечко все-таки вернемся в самое начало. Твоя самая первая запись ВКонтакте – это аудиоверсия с твоего сценария «Бабочки». Да, да. То есть, можно сказать, что ты начинал как сценарист, и, ну, там, с «Бабочками» такой комментарий, что за невозможностью снять это все в формате кино, я вот выкладываю это в качестве видеорассказа. То есть, можно ли сказать о том, что ты, как бы, изначально все-таки был сценаристом? Или ты, как бы, уже видел все-таки, как это будет сниматься, как режиссер? Юрий, глубоко докопнул страницу ВКонтакте. Да, это сам, как обычно. Да нет, просто я изначально писал какие-то книги, рассказы, у меня были целые сборники, там, где-то написал, по-моему, три книги, там, несколько рассказов, постоянно что-то писал. То есть, это один из, то есть, там была серия рассказов, я даже не помню, как он назывался. Ну, в общем, «Бабочки» – это была одна из частей, там была, типа, история горы, там, отдельного, там, типа, растения, как они существуют вот в одной вселенной, в одной долине. И вот это была одна из этих частей, вот, в этой целостной вселенной. Никуда не пытался это выкладывать, куда-то продвигать, выпустить книгу? Ну, какие-то стереотипы, то есть, стеснялся постоянно, думал, ну, зачем? Иногда я что-то выложу, там, быстро удалю, потому что, думаешь, ну, как-то это, стеснялся, в общем, всегда. Вот. И это, кстати, очень плохо. Если вы стесняетесь, господа, лучше не делать этого. Первый твой фильм «До забытых солнцем» – это короткометражка «Ву», из которой, я так понимаю, и вырос потом полный метр. Правильно? Да, правильно. То есть, это твой первый опыт, расскажи о нем. Ну, да, это мой первый опыт. Ну, я повторюсь, у меня очень большая насмотренность, очень много фильмов я посмотрел. И как-то, вот у меня один из рассказов был, там была сия рассказов, он назывался «Семь дней городские истории». И там был такой персонаж по имени «Ву». И он у меня настолько засел в голове, что я решил его реализовать. Но этот персонаж еще в моей жизни появился. Ну, такой, типа, товарищ. И вот я всегда в титрах, если кто смотрит мои фильмы, там, если у него такое досматривает до конца, там всегда в титрах будет благодарность «Ву», ну, то есть, такому человеку, который оставил вслед. И вот я решил снять фильм под этим названием, понимал, какие будут сложности сразу же. Даже на таком этапе, считай, это было мне, сколько, 24 года. Я уже понимал, с какими трудностями я столкнусь. И уже как-то понял, что я буду использовать закадровый голос. Понял, какие планы я буду снимать. Ну, то есть, как-то так. Хотя я выпустил этот фильм и почему-то удалил его, опять же. А потом снова вернул. Как-то я там тоже такие махинации проводил. И я его решил, кстати, отправить на «Дух огня». Это единственный, один из фильмов, который я отправил на «Дух огня». И я помню, мне пришел диплом оттуда, типа, как участник «Духа огня». Прям, я прям был такой счастливый. Повесил его в рамочку, такой, думаю, фига себе, вот я вот, типа, стал участником «Духа огня». Было прикольно. Но я так понял, что, ну, типа, не так уж и много людей отправлял в этом году фильмы. Но потом я вижу в социальных сетях, что еще одна девчонка с Нижнемартовской, и у нее точно такой же диплом «Дух огня». Я начинаю смотреть ее фильм. И я понимаю, что эти дипломы дали просто как утешительный приз «Сними хоть что». Да, я в порыве, типа, эмоции, типа, пошли в задницу. Взял, разорвал этот диплом, выбросил, все-таки, все, типа, не нужен мне этот диплом. Потом взял, склеил, у меня так лежит склеенный скотчем этот диплом «Духа огня» на стене. И вот каждый раз смотрю и понимаю, что, ну, типа, там, какая-то регалия, премия, ну, она может особо ничего не значить, потому что лучше все-таки посмотреть фильм и убедиться самому, как бы, достойен он какой-то премии или как бы нет. Вот этот диплом порван и мое назидание. Ну, тем не менее, ты потом один из следующих фильмов тоже отправлял на «Духа огня». Да, я, кстати, «Любовь» эта, да? Или какой? Да, «Любовь» эта я отправлял. Ну, я это больше делал, как была командная работа. И хотелось бы, чтобы мы получили какой-то фидбэк все равно. То есть было бы прикольно, если бы мы еще больше вдохновились бы каким-то там призом. Почему бы и нет? Это тоже вдохновляет команду. Понятно. Первые фильмы, ну, то есть «Ву» и «Забытые солнцем» — это фильмы, связанные с темой наркотиков, ну, и, соответственно, криминала. Это как-то, ну, это чисто кинематографический прием, ты о чем-то говорил, что… Да, да, конечно. Или это имеет под собой какую-то автобиографичную историю? Нет, никакой автобиографии сугубо высказанной. Как бы девяностые, нулевые… Ну, в смысле не то, что лично у тебя это было, а, ну, то есть вокруг как-то… Ну, среда повлияла на тебя, или это просто ты, вот как режиссер, сделал историю отвлеченно, так сказать? Ну, это просто один из собирательных, ну, как бы один из героев моих рассказов, которые я писал, скорее всего. То есть где-то я собрал информацию. Ну, как-то в этом фильме там были моменты точечные. Вот я говорю, вот это место, в котором я хочу покончить с собой. Типа, это было место, где я хотел покончить с собой. То есть точно я обозначил это место. Ну, типа, как бы, думаю, никто не заметит, но вот так я что-то свое тоже там отложил, какие-то такие вот процессы, которые были для меня важны. А так, в принципе, после этого фильма, ну, да и вообще после каких-то фильмов, как мне часто, вот у меня есть знакомые, товарищи, которые, можно сказать, занимаются чем-то таким плохим, вот там, например, из не только там, из Сургута, из других городов. Что меня удивляет? Удивляет надо, думаешь, ну, как таких людей может вообще трогать такое творчество? И самое любопытное, когда я понимаю, что они даже понимают, о чем я говорю, типа, я бываю даже приятно удивлен. И надо даже предлагать деньги некоторые люди, но я их не беру, потому что я понимаю, какая зона ответственности будет, и что нужно будет их отдавать. При съемке фильма «Забытый солнцем» ты в качестве команды набрал своих преимущественно друзей, знакомых. При этом, как режиссер, ты авторитарный человек, то есть жесткий руководитель? Да я думаю, что нет. Да нет, наверное. Ну, то есть, как бы, «Забытый солнцем» фильм снимался коллегиально, то есть, я же многих вещей не знал, то есть, как бы, мы все принимали какие-то решения совместно, в основном. То есть, я не мог себе позволить автономию, не мог себе позволить на кого-то прикрикнуть, потому что все же делают все, как бы, на энтузиазме. Зачем я буду их вспыгивать? Пускай получают удовольствие от процесса. Главная задача просто в любой работе, которую я делаю, чтобы люди не поняли, что они потратили время зря, хотя бы хоть какую-то картинку увидели, ну, хоть какое-то более-менее качество, чтобы они могли сказать, ну, все-таки я снялся, и круто получилось в итоге. То есть, я больше об этом думал. И сейчас ты тоже так же подходишь к съемкам? Или немножечко стал пожестче? Ну, я как-то в формате уже постпродакшена, уже все, как бы, предпродакшена, уже понимаю, как я буду действовать, то есть, скорее всего, да, всегда. Конечно, есть какие-то нервные вещи, где я там стрессую, но я это видел только оператор. То есть, всегда, типа, режиссеру, там, я могу показать свои эмоции только оператору, и то, там, мы отойдем, там, или там что-то обсудить, что-то идет не так, то есть, никто вокруг об этом не узнает, только вот оператор и я. Все, зачем другим эта информация? В сюжете телекомпании «Сургут Информ ТВ», посвященном выходу фильма «Забытый солнцем», говорилось о том, что этот фильм посмотрели представители какой-то киностудии из Читы, что-то тебе предложили, и ты там вроде как там едешь принимать участие в каком-то проекте. Кстати, спасибо «Сургут Информ ТВ» за то, что они все-таки показали молодого. В данном случае я говорю про «Сургут Информ ТВ», но показали и те, и другие. А, ну да, короче, вот «Сургутские новости», благо, что они хоть на какие-то маленькие вещи обращают внимание, снимают, это очень мотивирует. Ну, даже вот каких-то молодых авторов, пускай возьмут себе на заметку, что это помогает. Да, это вот те же самые люди, которые сняли «Дети девяностых». Получается, что мой фильм, вот этот вот наш фильм, вошел в сетку вот этих вот начала регионального кино. То есть, типа, не так уж и много было региональных фильмов, снято по Российской Федерации. И это был один из фильмов, который, ну, прошел какую-то прослойку и стал по какой-то причине популярным в России. Ну, то есть, в каком-то, на каких-то слоях. У меня там была куча сообщений, там, еще что-то постоянно, там, я в первый раз с таким столкнулся, с какой-то такой популярностью. И было некое решение снять совместный фильм, так как пока мы все были на буме, вот таком, вот эти региональные кинематографисты, собраться все централизованно в Чите и объединиться под фильмом, там, «Дети девяностых», вторая часть, потому это был самый раскрученный фильм на тот момент, и, типа, под этой эгидой, ну, запуститься. Но там что-то пошло не так, и поэтому, как бы, я был готов поехать, почему бы нет. Ну, что-то пошло не так, там, какие-то у них там внутренние. Ну, то есть, сам проект вообще не состоялся. Да, сам проект не состоялся, да. А так, идея была неплохая. Я даже не знаю, что было бы, если бы мы это сделали. Просто, на самом деле, суть в том, что, ну, как бы, ты не можешь существовать автономно, если ты региональный кинематографист, бюджетов нет, работает на муниципалитет, ну, соответственно, определенные фильмы, ну, хотя даже не заказывают, то есть, они не видят даже потенциал, да, вот художественный фильм они хотят снять, и они даже не могут понять, что, ну, это я не в укором, а просто они не знают, что есть люди, которые могут реально реализовать фильм, даже художественный, так, как им нужно. То есть, в принципе, бюджеты выделяются. Но, короче, без каких-то сторонних людей, которые могут финансировать твои фильмы, вот кроме, там, каких-то там элементов, да, где нужно будет рисковать, как бы, и быть на Фоксе, денег нет. И, как показала практика, регионы, они, как раньше были княжества на Руси, они разрозненные, реально, и вот все кинематографисты, они разрозненные, и там была попытка всех соединить в одно княжество, типа, как раньше, там, князь Владимир всех объединил, и вот была такая же попытка сделать, но, вот, к сожалению, после этого такие попытки предпринимались, но уже все как-то говорили, типа, ну, зачем мне это надо, то есть, там, в Ростове свое кино снимают, там, в Чите свое кино снимают, там, в Якутии свое кино снимают, уже... Ну, да, некоторые регионы вообще вышли прям в какие-то кинематографические лидеры. Ну, они вышли за счет, ну, конечно же, своего окружной поддержки, то есть, будем реалистами, что их, ну, реально, округ поддержит. То есть, они увидели, они поняли, что могут снимать фильмы, ну, то есть, какие-никакие, там, выделить, там, полмиллиона, здесь, там, скажут, полмиллиона, на что? А там, реально, просто взяли и выделили эти деньги, люди сняли, показали, прокатили, то есть, оказалось, это реально, иначе выделили деньги еще. Это же, помимо того, что ты, как бы, снимаешь кино, ты же не просто, там, чешешь свое тщеславие, там, и, там, ты рекламируешь свой регион, на самом деле. То есть, Якутия такая же, как и Ихмау, ну, то есть, по объему денег. И, то есть, они свой регион прославили за счет кино, а мы славимся за счет нефти. Хотя у нас есть все возможности сделать, ну, аналогично. То есть, сделать точно такой же. Ну, там все-таки мононациональный регион, а у нас, как бы, коренных-то жителей нету даже, вот, среди всех, кто живет. Большинство людей думают о том, когда они уедут, и не воспринимают свою югру, там, Сургут, Нижневартовск, как место, как свой город, свой регион. И, как бы, человек, который приехал, там, с Украины, ему интереснее смотреть украинское кино, или, там, человек с той же Якутией, который живет в Сургуте, он будет снова где-то скачивать эти якутские фильмы. Ну, да, вот это и объясняет феномен, когда вот все, там, кичатся этим термином. Я понимаю истоки, я понимаю, что, там, якутов проживает 600 тысяч человек, и билеты стоят на кино по 600 рублей, и, то есть, из них, ну, там, 50 тысяч по-любому пойдет на этот фильм просто поддержать, 100%. Прямо, они пойдут семьи и по несколько раз пойдут, потому что это поддержка. Также вот Улан-Удэ, ну, те, кто открыли, да, вот, условно, этот вот феномен регионального кино. Фильм Решала был снят в Улан-Удэ, а Улан-Удэ, ну, то есть, это, ну, тоже, то есть, некий этнос. И, то есть, они за счет этноса смогли вот выдержать вот этот вот, типа, зрительский багаж набрать. У нас, да, вот с этим сложно, но и задача интереснее, значит. Мы должны какими-то, там, спекуляционными средствами, такими, как, типа, фильм, давайте, значит, про нефтяника снимем. Ну, значит, скорее всего, пойдут. Скорее всего, профсоюзы даже, ну, значит, ну, как-то, что пошли люди туда, какие-то маркетинговые вещи придумывать. Или, там, фильм про Ханты давайте снимем, там. А вот все, Хант нефтяник. Он же и нефтяник, типа? Ну, Хант приехал в город и стал нефтяником. Ну, можно поделить, то есть, типа, хоп, у тебя уже вот два фильма, уже как-то зрителя ты цепляешь. Ну, в общем, как бы работать. Ну, поэтому, как бы, что тут конкурируешь? В России кино снимают, не могут зрителя затянуть. Ну, то есть, в Москве, там, большие продакшены, да, кинокомпании не могут это сделать. Набрать, там, отбить фильмы. А ты здесь что сможешь сделать? Ты можешь просто пропрогнозировать, например, что ты можешь там собрать, там, не знаю, 5 тысяч зрителей, и вот, исходя из 5 тысяч зрителей, там, например, там, билет стоит будет 300 рублей, то есть, кинотеатр заберет себе половину, ты себе 150 оставишь, и сколько ты заработаешь? То есть, тебе нужно как-то заставить их прийти в это кино. А как? Это уже задача такая. На удачу. К слову о зрителях, премьера «Забытых солнцем» состоялась в порту в январе 17-го года. Ни один кинотеатр не заинтересовался показом, почему именно в порту-то решил показать его. Нам, конечно, это исключительно отрадно и приятно, что у нас проходят премьеры фильмов, но, мне кажется, все-таки региональное кино нужно показывать в кинотеатрах. Ну, там же бюрократический нюанс, чтобы показать кино в кинотеатре, нужно иметь прокатное удостоверение, а чтобы сделать прокатное удостоверение, нужно выдержать некоторые моменты, там, авторские, саундтреки, там, и так далее. То есть, это чисто такая юридическая история? Юридическая вещь, потому что ты ее никак не обойдешь. Ну, можно показать на каком-то внутреннем своем ресурсе, но на тот момент, просто я знал порт, я там показывал, вот, я в УТОМ показывал короткометражный фильм, вот, там была такая штука, киновечер, что ли, короче, кинообсуждение. Два часа дня были там по каким-то дням, и я приходил всегда туда, и я там только познакомился с фильмами, там, Филинги, например, такие вот старые фильмы, я их не видел, там, Сладкая жизнь, там, еще что-нибудь. Да, это Киноклуб ЧБ, Сергей Нестеров. Да, 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 вот Киноклуб ЧБ, да, я когда смотрел эти фильмы, я думал, блин, я их никогда не смотрел, это была очень крутая штука, нас ходило там всего-ничего, но я всегда удивлялся, что я, хотя я мог найти это в интернете, для меня это было целое открытие вообще. Потом я спросил, как Сергей Нестеров, да, я спросил у него, а можно я тут свои кинчики покажу, там, типа какие-то, ВУ там, например, он говорит, ну, покажи, в рамках этого же какого-то. И вот мы там показали, там пришло два человека, по-моему, и вот, а, два посторонних человека, и мы вдвоем, какие-то женщины пришли, там что-то мне вопросы давали, там что-то отвечал, было прикольно. И я вот так зарядился, думал, ну, я думаю, если что-то сниму, то покажу уж здесь, этой площадки мне будет достаточно. А потом уже просто в интернет залью, и все. Вообще, культурный центр порт, я хочу сказать ему спасибо за то, что многие фильмы там помогали мне и показывать, то есть, ну, очень круто, если есть площадка, в которой ты можешь показать, чтобы со зрителем как-то взаимодействовать. Такой же возможности нет, вот культурный центр порт такую возможность предоставил, и это очень круто. То есть, помог мне, как автору, высказаться и зарядиться вот этим вот топливом. После премьеры «Забытых солнцем», какие у тебя ощущения были вообще от первого показа? Какие сделал выводы, что решил заменить, как двигаться дальше? Ну, потом я выложил его в сеть, в тот же вечер, там какие-то проблемы были, я не так написал, там мы что-то сидели, редактировали, пытались найти интернет, ну, все так было, как бы тупо у нас, это попытка, все-таки залили, ну, и я проснулся, через пару дней, я не ожидал, что было потом. Потом был просто бум, у меня такого никогда не было, я с этим впервые столкнулся, то есть я иду, и мой телефон разрывает, там, комментарии, читаю что-то еще, что-то еще, какие-то просмотры, кто-то там пишет, ну, серьезно, на меня какая-то лавина снизошла, я даже не ожидал того, что... И вы начали какие-то паблики, паблики, и посты, все начало активно происходить, прям, ну, с лавинообразной скоростью, я не... Вы закидывали фильм к нему? Ну, я в какие-то паблики разместил, и потом уже оно само собой пошло, и я не знал, что это такое, ну, как-то, ну, было прикольно, то есть, типа, пошатнулся даже немного в каком-то формате. Ну, если усреднить, какие были примерно отзывы? Ну, 70 на 30, 70 негативный, 30 хороший, то есть всегда там писали, там, плохой звук, просто писали, что это за ерунда, ну, там, с матами много комментариев, можно даже сейчас, если зайти в этот фильм, почитать эти комментарии, и я раньше очень остро реагировал на каждый, прям болезненно думал, ну, как вы можете такое говорить, там, еще что-то, ну, опять же, это неопытность, там, какая-то незрелость, я с этим не сталкивался никогда, и поэтому так реагировал, потом, когда, ну, просто понял, как, когда человек просто пишет комментарии, там, например, пишет, там, фигня, ты сразу понимаешь, ну, какой бэкграунд у этого человека, ну, написал просто фигня, значит, ну, значит, на такой комментарий, в принципе, реагировать, зачем, если кто-то, если кто-то конструктивно, прям, потратил время и написал что-то, ты уже смотришь, хотя, честно говоря, из комментариев, я всегда, ну, вот, раньше, когда, вот, читал, прям, активно, нахожу проблемы над ошибками, потому, что, в последнее время, никто ничего не комментирует, ну, там, как-то негативно, и меня это удивляет, и я думаю, где там, где, потому, что я привык, обычно, к таким. Вообще, как-то, институт комментирования уходит, да? Мы тоже замечаем, раньше мы выкладывали анонс выставки, например, и там, вау, круто, или там, опять это Макарик, да, 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 а сейчас, как-то, вроде люди приходят, то есть, до них информация доходит, а какого-то фидбэка, именно, в социальных сетях, что-то. Ну, я думаю, в этом году еще меньше станет. Ну, да. После «Забытых солнцем» ты снял уже с этой командой несколько, ну, таких, коротких видео. Это была такая работа по апгрейду собственных навыков. Да, после этого мы сняли фильм «Любовь это». Ну, вот перед «Любовь это» там были какие-то вдохновения. да. Ну, ну, это чисто вот поиск каких-то новых форм. Это вообще просто «Забытых солнцем». Я читал эти комментарии, мне пишут, там, все плохо, ну, качество плохо, еще что-то, и я такой подумал, ну, типа, неужели я не смогу вот с этой камерой типа, что-то сделать. Ну, и начал как-то учиться, и понял, что нужно отточить навык. И я начал снимать короткие ролики. Ну, и вот в течение года я начну, снимал-снимал, отточил свое мастерство, проходил какие-то мастер-классы, учился, ну, и искал там какие-то вещи. Ну, и вот пришел к какому-то потом, ну, очень-очень-очень сильно развился за этот год. Я взял паузу, снял только один фильм «Любовь это». И думал, этот год посвящу чисто оттачиванию какого-то мастерства, навыка. Понять, как мне при помощи вот этого фотоаппарата сделать так, чтобы, ну, был хороший уровень. И то есть, вроде как, я смог к этому приблизиться. Специально выбрал такую стилистику и тематику, которая прямо противоположна «Забытым солнцем», чтобы, ну, какой-то нащупать новый жанр, новую технику. Ну, или показать, что ты еще что-то умеешь снимать вообще другое? Или это просто сам по себе фильм, вот он органично появился? Какое «Забытый солнцем»? «Любовь это». А, «Любовь это». Нет, «Любовь это», вот у меня сейчас тоже такой же сценарий лежит по типу «Любовь это». Это ну, такое легкое, простое кино, почему бы нет? Это диалог мой там. Ты тоже один из, наверное, рассказов, которые я писал, когда просто я сижу и могу сам с собой разговаривать как-то вот. и какие-то персонажи появляются, и вот мы с ними там разговариваем в комнате, и вот я такой думаю, ладно, запишу вас. Записал, типа, простроил все на фоне суицида, вот. Подумал, неплохая идея, типа, чтобы они там полюбили друг друга, и как это так вот. Ну, такую конструкцию сделал, и прикольно. То есть, в диалоговое кино одни разговоры, черно-белый цвет, и больше ничего. Кстати, что самое интересное, у этого фильма было больше каких-то взрослых комментариев, отзывов какого-то, даже когда отправлял на какие-то фестивали, хотел отправлять, ну, там, интересовался по продвижению, они говорили, блин, это крутое кино. Я еще удивлялся, думал, ну, как это работает. Для меня, потому что это было очень просто. Ну, то есть, создать такую историю, такие диалоги создать, я думал, типа, это так работает. Ну, для меня неожиданно, я не понимаю этого. Вот даже сейчас мне лежит этот сценарий фильма, который я хочу снять, «Трусики» называется. Он точно такой же диалоговый просто, я думаю, ну, снять его получится, ну, если такой же эффект получится, что всем понравится, то я просто не понимаю этот мир, наверное. Ну, «Любовь» это тоже ты показывал в «Порту», и там было, по-моему, на премьере очень много людей. Неожиданно много людей, да, пришло. И, кроме всех этих людей еще, тебя заметил глава Сургутского района Андрей Трубецкой. Да. Снял два выпуска своего блога про тебя, и вот у меня, я их оба посмотрел вчера, у меня сложилось такое впечатление. А они есть, да? Да, они у тебя в группе. Ну, там репрепосты были, они висят. Он там предложил тебе какую-то грантовую поддержку на съемку фильма про Сургутский район. И вот за эти два выпуска у меня такое складывается впечатление, что он прям вот бегает за тобой, ты от него убегаешь и говоришь, ну, может быть, я не буду. Он такой, нет, давай, все-таки снимем. Да. Тогда у меня было просто, ну, другие мысли, я еще же не варился вообще. Если бы сейчас он мне сказал бы, я сказал бы, чувак, давай, окей. То есть ты так и в итоге ничего не снял? Я ничего не снял, да. Хотя, да, хотя можно было. Но ничего не снял, потому что я ну, я снимал с ним другие вещи. То есть мне было не до этого точно. То есть мне нужно было еще развиваться, тренироваться, там, как-то еще найти свои, как высказаться. То есть я еще даже не понимал, зачем мне это. То есть в деньгах я не нуждался. Ну, то есть зачем? Смысл меня? Ну, то есть мотивировать меня, сними, там, я тебе дам денег, не самая крутая мотивация, а сними, там, ну, если бы он сказал, раскрой какую-нибудь историю, там, давай сделай вот здесь что-то точечное, я бы такое подумал, блин, это круто, я это сделаю, тогда бы да. А то еще там деньги, ну, типа, не знаю, под вопросом. В этот же период ты начал делать коммерческие работы, да? Да. То есть вот вся команда, которая собралась на съемках фильмов, вы стали пытаться это монетизировать не через игровое кино, а через какие-то там видеоработы. Это приносит какую-то ощутимую прибыль до такой степени, чтобы можно было заниматься только этим и не работать на какой-то основной работе. Коммерческие работы? Ну, если большие компании, то да. то есть у нас... Есть спрос на это? Достаточно? Ну, у нас в городе? Ну, сейчас я уже, когда в этой теме уже так-то, уже только в нее внедряюсь, потому что, вот, ну, на тот момент было сложно, но мы искали, было сложно, потому что никто не понимал, что могут люди сделать, Там обратились, там, люди, которые делают машины, там, вы сможете там снять что-нибудь, там. Я сказал, ну, покажите референс, ну, черновик. Я посмотрел, я говорю, ну, да, сможем. Ну, то есть, какие-то такие вещи. Вот, в основном, не знаю, вот, когда в Москве учился, я там чисто коммерцией занимался, именно видеопродакшеном. То есть, этим я жил, можно там существовать, на этом без проблем. То есть, жить себе, а не тужить. Сейчас занимаешься этим? Сейчас, да, сейчас вот, я снова начинаю этим заниматься. Окей. Далее, далее, сериал «Рэпер». Да. Изначально, я так понимаю, он должен был называться «Амаль». Да, да. сериал «Рэпер». скажем так, человека, употребляющего наркотики, который мечтает стать музыкантом. Актер на эту роль, насколько близок к образу? Потому что он, мне кажется, прямо идеально, ну, то есть, фильм, он там не играет. Да, я такого и нашел, чтобы не играл, не нужен был, типа, человек, кто что-то выдает. Ну, были сложности. Я еще с такими не сталкивался, но вот столкнулся, и вот, было интересно такой опыт получить. Ну, как бы, он стопроцентно соответствовал тому человеку, который, который был. Просто нужно было поставить какие-то обстоятельства, и все. И он с этим справился. Я вообще хотел снять полнометражный фильм, построенный на семи днях. Ну, понедельник, вторник, всегда, четверг, пятнадцать, субботов, воскресенье. Так поделить фильм. И вот, как бы, начиная с понедельника свою жизнь, и заканчивая воскресеньем, к чему он приходит, вот этот самый рэпер. то есть, типа, его идея. Но, было очень сложно все это сделать, запустить процесс. Я решил снять что-то там, типа, попробовать в формате сериала. Ну, сложность с актером оказалась такая ощутимая. Ну, потом он еще сел в тюрьму, и поэтому... Ну, то есть, он реально торчок. Нет, он не торчок, просто... Ну, в плане наркотиков нет, просто он такой, разделяем немного. То есть, такой, немного безответственный был. Ну, как бы, ну, никакого там зависимости у него не было. Просто такой хулиганчик с улицы. Если бы не проблема с актером, ты бы довел до конца этот сериал? Ну, не то, что он, если бы не ушел, а то, что, ну, он, может быть, был бы чуть более ответственным. Да нет, там все уже просто пошло, и команда начала сетовать. Ну, то есть, типа, что за безответственность? То есть, там были такие всякие нюансы нехорошие, что, ну, то есть, сложно. А мы уже выбрали этого человека как бы во главе угла, то есть, я же не мог там сидеть ему и читать нотации, давай. Я пытался. Пытался. У меня даже, такой был стресс, у меня даже какая-то белая штука под глазом вылезла от стресса, у меня такого никогда не было. То есть, я очень жесткий стресс испытал в тот момент, потому что еще пошел фидбэк, как-то это все выстрелило опять очень сильно. Я не ожидал, что опять будет какая-то штука. Потом я понял, насколько это было потенциально, если бы мы бы закончили, ну, это по-любому было бы такое очень качевый проект. Ну, я так понимаю, ты его не планируешь заканчивать? Нет, я бы снял бы фильм, который бы назывался Рэпер, вот как я изначально задумывал. С тем же сюжетом? Ну, сюжет, то, что был показан в сериале, ну, вот этой серии Рэпер, это просто, ну, какая-то некая фантазия, вот, типа, из которой могло бы... Я даже как-то его пересматриваю и такой думаю, блин, ну, в принципе, прикольно. Прикольно было бы, если весь сезон все бы очень сильно переигрывали, вот если все оставить вот в этой вселенной, то это было бы прям что-то такое прям необычное. Именно с какой-то там съемкой такой, можно было бы погрузить даже в какой-то транс зрителя. Он бы не понимал бы, что происходит. Вроде ему дают популярный фильм по рэперу, а вроде бы его пытаются как-то там метафизически навязать какую-то там свою мысль, типа, непонятную. Ты думаешь, что я смотрю вообще? Вроде популярная, а вроде нет. Такая штука. Следующий фильм, который у тебя вышел, это «Амаль». Как раз-таки человек, имя рэпера из сериала «Рэпера». Да, да. Это связано? Ну да, потому что «Амаль» это же «Надежда», как в переводе с арабского. Я просто хотел бы, чтобы главного героя так и звали. Типа, несущий надежду, что в нем есть какая-то надежда, несмотря ни на что. Ну, типа, такая завуалированная вещь. Ты, когда начинал снимать, по-моему, где-то говорил, что планируешь сделать ну, как серию новелл из там пяти или шести штук. Да, да. «Ямаль» ну, есть, террористическая история это вот одна из них, а рэпер это другая, да? Можно было, нет, рэпер другая, но, да, рэпер другая. Ну, вообще, да, я хотел создать вот несколько новелл таких вот, таких историй, но они были бы короткие, а рэперы хотел бы сделать полнометражный фильм, хотя можно было бы и короткие. Но тут уже как-то вопрос сил каких-то эмоциональных. И все эти новеллы должны были быть про какие-то окраины, да, называться окраины, просто такой, типа, некий киноальманах, не знаю, сериал, и там было бы там несколько этих историй. История проститутки, история теориста, история бандита, история женщины, которая хочет сделать аборт, и... А, кстати, сон, одна из историй, просто, типа, какая-то, типа, непонятная, типа, штука. И все, вроде, что там, что-то еще было. Ну, несмотря на то, что фильм про окраина, ты Амаля снимал в Москве. Да, да. Расскажи, почему в Москве, и как ты там оказался, и чем ты там занимался? Ну, я учился в школе кино. Почему в Москве? Ну, потому что удобно реализовать. Здесь как-то... Здесь идешь по улице, если, например, как-то неорганизованно снимаешь с камеры, ходишь по улице, все на тебя смотрят, как-то это вызывает какой-то резонанс. А там нет, то есть, ты есть, нет, как бы, без разницы. Очень можешь себя спокойно чувствовать в больших объемах людей. Очень круто. Ну, плюс такая штука... Ну, короче, мне показалось очень удобно. Просто я, когда оказался каких-то новых обстоятельств, какие-то новые вещи в голове у меня появляются, я будто бы простраивал какой-то фильм, ну, как бы фильм, условно говоря, в своей голове. И вот, когда я учился в киношколе, я простроил этот фильм. То есть, я как-то думал, думал, плюс какой-то инцидент, который произошел, который меня на эту мысль как бы сподвигнул. То есть, все это сошлось вкупе, что да, вот здесь я, скорее всего, это сделаю, не отходя, как говорится, отказ. И будет удобно, быстро, и я смогу это сделать. Еще нюанс, что актеры. То есть, я могу найти актеров, которые мне нужны. То есть, я могу... Короче, возможностей много больше, чем в Сургуте, в разы. Ну, ресурсов лучше. Больше ресурсов, да, именно человеческих каких-то, как-то, не знаю, вот как-то так. В плане техники мне разницы нет, где снимать. То есть, я могу просто понять, какое кино я снимаю, типа, и для чего, и, типа, и принять для себя, какую съемку буду использовать. А вот в плане какого-то ресурса было там проще. Потому что, тем более, фильм про теоризм такой. И здесь я кого-то попросил бы снять, там, кавказца, да, например, как ты снимешь, ну, он бы мне задал какие-то вопросы там непонятные, то есть, ну, или там, какой-то негатив был бы. То есть, там я этих вопросов, мне этого даже не спрашивал никто. Я избегал этих вопросов даже. То есть, мне никто не задал, а почему я там, я представитель, представляю кого-то там плохим. Такого не было. Этого я избежал. Скорее всего, это была одна из основных причин. Ну, потому что здесь мне бы просто бы там, мне бы, скорее всего, не дали бы его снять. Такой фильм. Чтобы никого не травмировать, типа, я вообще думал, ну, чтобы не привязываться к национальности, думал, как мне выкрутиться-то вообще. Я думал, а, ну все, окей. И, так как Амаль, типа, это Надежда, тоже такая завладированная имя у него. Мы говорим на вымышленном языке весь фильм. То есть, такая штука. Хотя, кто не смотрел этот фильм, типа, говорят, ну, в каком языке говорите вообще? Вот. Типа, это неочевидно. Ну, потому что там за русским переводом. Да, я думал, замаскировать, я подумал, о, русский перевод сверху. Все, типа, идеально. Создается такое, типа, ощущение. То есть, прямо актеры на ходу, да, придумывали какой-то... мне было сложнее. Я не актер, а у актеров есть такая штука, на тарабарском языке они говорят. И вот у них есть такая, типа, штука, они говорят на вымышленных языках. То есть, им было удобно, мне было сложнее. В этом плане. А как ты оказался в школе кино? И зачем поехал туда? Ну, я увидел фильм Игоря Попловухина, он типа, в Каннском фестивале что-то там занял. Короче, я увидел, что чувак из России Каннский фестиваль выиграл, короткометражный фильм. Увидел, что за школа, типа, московская школа кино, московская школа нового кино. И поехал туда, думаю, ну-ка, я сейчас хочу... я поехал посмотреть его фильм. Фильм уже был закрыт. Я понимал, что он придет в эту студию однажды и покажет свой фильм. То есть, такая вот у меня была миссия. Я поехал, все, и... и немного поучиться. То есть, я вступительный экзамен, там какой-то конкурс был, я пришел, показался, там, выложил свои фильмы, там, сидел на комиссии, там, меня спрашивают, педагог, типа, это что вообще? Типа, ты снял? Типа, вот это ты снял? Снял? А что сюда идешь вообще? Я говорю, типа, кино снимать, наверное, как-то. Ну, учиться там? Он говорит, а... Потом уже во второй день учитель по сценарному мастерству говорит, типа, чуваки, я вообще не знаю, что вы здесь делаете. И когда уже приехала женщина из Великобритании, сказала, типа, что я не видел ни одного культового режиссера, ну, вообще режиссера там, который бы учился в школе кино, я понял, что, типа, это что-то не так вообще. все это как-то странно. Ну, все равно, я какие-то, какой-то опыт там получил. и ты бросил это все дело? Да, буквально там, двухнедельный хватило, чтобы понять, что это все лишнее. Амаль ты снимал независимо от... Ну, там был нюанс, там был нюанс. Очень, кстати, такой хитрый, его можно использовать. Когда ты поступаешь в эту школу, ты пишешь договор, так как я на полгода там подписал договор, за период обучения школы ты должен поставить именно логотип этой киношколы. Иначе, шраф 100 тысяч. А так как 100 тысяч был бюджет фильма, я думаю, ладно, поставлю логотип. Хотя, в принципе, каких-то там знаний киношкола не дала. Ну, только вот актеры снялись с киношколы. А, актеры снялись на фильме? не актеры, а просто не на моей кафедре такие же режиссеры. Там один парень был, других я нашел. Вот. Нет, ни оборудования, ничего такого не предоставляется. Ты учишься там и снимаешь за свой счет в итоге. Ну, там, максимум тебя приведут на павильон, покажут, вот, смотрите, такое есть, так вот все существует. То есть, так все проходит. Кстати, я вот начал там, после «Забытых солнцем» мне один парень написал, мой товарищ, ныне, типа, приезжай в Москву, чувак. Я посмотрел твой кинчик, очень круто делаешь. Вот мы с ним познакомились, и вот он мне помогал в съемках фильма «Амаль», ну, то есть, был таким продюсером. Сейчас с ним тоже так нормально общаемся. Почему ты вернулся в Сургут, если там лучше, ну, проще снимать кино? Я не знаю. Ну, как это так? Ну, я хотел что-то найти, не знаю что, просто вот, только думал, ну, 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 съездил, съездил. Я просто понял, что мне нету разницы вообще, в какой точке даже мира снимать. Я могу приехать там, я могу в 60 лет просто, ничего не снимать, а в 60 лет встать, о, давайте я сниму. Я знаю, что я наберу каких-то энтузиастов, мы что-то снимем, типа, я знаю, что я получу это какое-то удовольствие, они тоже. И, возможно, даже мы сделаем что-то круто. То есть, я там пока аккумулироваться буду, там, что могу работать, не знаю, мясником где-нибудь, там, и мне будет удобно, потому что я не буду о чем-то думать, я буду просто там обжиловывать мясо, думать свои какие-то вещи, возвращаться домой там, и все. А потом пришло время, о, я должен снять фильм, почему бы и нет. Когда просто начинаешь лариться во всей этой штуке, ну, слишком много снимать, какие-то коммерческие работы, они настолько оседают у тебя в голове, что, ну, у тебя загрузка, именно вот эта эмоциональная, твоя голова заряжена всеми этими идеями, что ты на свою, на свою какую-то идею особо не распылишься. Ты очень занят, потому что тут надо сделать, тут надо здесь заработать, там, это, в этот фильм переделать. А так ты освобождаешь свою голову, работаешь обычной профессией, типа, вот реально ждешь там, куда же копишь какие-то деньги, и потом говоришь, вот теперь я готов. Все, почему бы нет. Какая-то фестивальная судьба у Амаля сложилась? Да, он стал лауреатом премии «Святая Анна», я его отправлял на, ну, я не стал отправлять на многие фестивали, и для меня еще, потому, опять же, с общением с Монтл, он мне говорил всегда, существует куча фестивалей класса «Б», «С», и ниже, типа, но для меня существуют только фестивали класса «А», такие, как «Кинотавр», такие, как «Каннский кинофестиваль», такие, как, там, я не помню еще какие, ну, «Дух огня», «Дух огня», ну, «Дух огня», да, такая формальность, может, там, хотя он, как бы в десятки таких, там, самых популярных фестивалей России, в общем, я отправил на только самые, на фестивале класса «А», кстати, «Святая Анна», один из фестивалей класса «А», он проходной фестиваль, то есть, если ты его выигрываешь, ты проходишь на «Кинотавр», то есть, там, всякие есть нюансы свои, чтобы показать на «Кинотавре» фильм, ты должен отправить фильм только туда, нигде больше, если ты показал на других фестивалях, ты не будешь там участвовать, ну, то есть, такие правила, а вот, если ты показал их на «Святой Ане», он, значит, может показываться еще и там, победитель, да, только увидел, я вошел, я сначала был в 150, я вошел в десятку, по-моему, из 150 фильмов вошел в десятку, там, в каких-то кинотеатрах, в Москве показывали, я сам не видел этот фильм, где его показали, ну, мне просили там просто прокатное удостоверение, какие-то там документы, ты сделал на это? Да, я сделал прокатное удостоверение, чтобы у меня вопросов не было, когда я вернулся сюда, мне их задали, в суток, когда я приехал, типа, как вы там, какие-то там, комитеты, комитет, по борьбе с террористической деятельностью, ну, такой приятный мужчина вроде, никаких нюансов, я просто показал ему прокатное удостоверение, сказал, типа, 18+, как бы, никаких проблем, сколько сложно его получить и сколько это стоит ну там был нюанс именно в саундтреке что получить уже авторский саундтрек я использовал саундтрек японского композитора бошк это маджи ты там и мне очень нравится композиция вот постоянно залепал слушал их ну я думал надо что-то делать то взял написал ему фейсбуке просто нашел и написал ему там через яндекс переводчик там привет я там снял фильм этом типа из маленького города форм сибирь типа можно этом твои данные китому дай мне согласие ну и все там что-то прошло там две недели уже думаю ну ладно не судьба и он мне отвечаете по о круто я люблю кино там все дела что-то еще там с ним спросил скинуть ему фильм я скинул фильм а готова ей эти по хотя на дарит на что-то понял там говорит ей все будет типа вот эти штуки поставьте в титрах я поставил что он сказал и все будет запускать ну то есть у меня официальное согласие через переписку но это котируется то есть это просто скриншота достаточно да да ну то есть типа все согласие дал если какая-то юридический вопрос будет вот тебе и ответ то есть дал мне согласие дистанционно японский композитор это первый фильм который на который ты делал прокат на удостоверение до этого первых фильм с прокат на удостоверение ну такой неплохо по теперь я знаю как можно создать фильмы юридически чтобы все грамотно показывать его где угодно продавать а с композиторами какими-то ты не работал никогда с авторским ну да которые написали бы музыку прям специально подкину я хочу сейчас этим заняться то есть думаю что скорее всего да надо искать людей после амали ты снял еще одну модификацию фильмову ремейк или как продолжая ты постоянно возвращаешься и дайте же окраины есть до истории наркоманов да это вот просто в ту же вселенную копилочка я вот решил да вообще я только подумал ну типа вот 2014 году и вот там сколько там шесть лет спустя насколько изменился в ну вот он изменился настолько но тут же как бы наркоман суть не изменилась потом ты начал снимать сериал региональное кино на региональное кино интересный классный сериал мы с коллегами в порту ждали новых серий смотрели их коллективно почему он тоже но он в три раза длиннее чем рэпер получился но тоже внезапно за затормозился на 3 серии ну на самом деле там серии 5 было смонтировано то есть там даже как-то и концепция выстроилась ну потому что не было фидбэка то есть мы когда первые выпустили и при понял что мы просто умерла я не помню пандемия была даже началась или потом она началась как раз вот потому что она в мире уже началась жанна еще такое там что-то извне еще какие-то факторы я понял что уже как бы люди вообще не до этого то есть как-то так сначала первая серия зашла все разогналась а потом как-то все начало затухать ну и тоже продолжать не ему было отснято еще все то есть мы то есть на самом деле ты и серии то есть просто выпускать не стали потому что как-то так ну это для меня опять же еще один опыт это он тоже одной штуки научился вообще это да эта работа могу сказать сразу это лошадь на биулина есть такой чуваку не постоянно помогает и скорее это его работа то есть типа он как автор то что он закончился это мой косяк ну а как автор типа вот все это реализация это его типа как бы дети чем можно сказать и мне было приятно поработать с ним то есть я вообще думал ну чувак вы хоть и я хочу видеть людей из вовлеченных в коем процессе здесь снимал бы кто-то кино и сказал бы чувак снимаю кино помоги мне я был сносим помог ворвался чувак все давай погнали тут я предложил какую-то конструкцию раши то был прям мы постановщиком сцен говорю как что снимать этом был больше того оператор какой-то там типа с трясущимися руками и мне было приятно видеть что человек увлечен что человек создает там эти титры вот это все то все без себя вкладывают эту концепцию саму регионального кино мы выдерживали то есть нам даже понимать как идут идет интервью ну как идет интервью включили новости вот все темного какие-то местные и поняли вот так и снимем там диванчик такие разговоры там к это реклама непонятно как-то так вышло создается впечатление что реклама которая вас там присутствует она реальная кстати вот это и это идея а что то есть но она круто навязался создать вот именно эффект этой региональщины но по суку про прослойку прорвать вот эту вот именно окружную потому что как бы здесь сами люди не будут это они это видят они думают ничего новости новости показали там рекламы такую мы видим а если куда-то это кинуть на более всероссийский масштаб я думаю что это будет намного интереснее но не вышло одна из свежих работ такая не похожая на все что делал до этого такой какой-то заход в артхаус наверное это фильм сон расскажи о нем немножечко откуда это взялась идея эти образы фильм сон появился в этом году когда я прошлом году 2020 когда я на 4 месяца завис на вахте четыре месяца этом был и я четыре месяца какую-то идея кому веру прям очень сильно мне приходили какие-то образы там какая-то мысль было и я прочитал рассказ пелевина проклятие крокодила фугу и она мне очень вдохновила то есть такая история была закручена и очень просто ну то есть фокусник к нему приходят какие-то люди смотрят на него и они оказываются у него в плену и все по кругу такая бесконечная бесконечная история за которую еще там просто много всего очень вдохновил эта история подумал ничего себе так можно так вот все раскрыть ну вернулся и понял что наверно к я сниму в этот фильм под названием сон то есть фильм про буквально как люди попадают в сон к одному человеку духу по имени ик ик это дух которые людей во снах ловит такой якутский персонаж я сделал маску по типу у якутского путь ски маски есть вот идет и нас плоские понял как она будет выглядеть обратился к своей знакомой гримерш или такнал скажу ты сможешь там скину референс на гряда сделала не сделал эту маску понял что мне нужно пленится красиво красивое лицо которое должно быть ну как бы не уничтожено неким там шрамом вот нашел симпатичную девчонку она согласилась сниматься алена коваль но героически выстава то есть я ну чтобы получать такие кадры которые я получаю я какие-то использую вещи например я должен снимать там на рассвете именно там в холодную пасмурную погоду и вот мы с ней поехали на рассвете на грязь куда бы очень холодно пасмурно чтобы получить вот именно вот эту картинку которая была потом я подумал как же мне все это рассказать максимально сюрреалистично но вот и я сделал эти вот но я начал снимать в таком формате что как будто бы все такое дергана немного мы типа немного то трансовую такую вещь создал ну и в принципе история мне понравилась когда я сделаю я был приятно удовлетворен виктор евдокимов согласился играть этого шамана то есть мне нужен был человек который делает какие-то такие движения пластические я где-то увидел где-то его знал обратился осенье помог я сначала сказал ну ка сделай там что-нибудь и он начал делать вы ну все-все я понял ты тип тебе даже ничего объяснять на ты сам все сделаешь ну и когда я выкинул выложил его в сеть я никакого фидбэка вообще не получил не просмотров вообще ничего хотя работа мне показалось интересно она отличается от моих других работ ну потому что это просто какой-то тип вот его мне вот эта энергия аккумулировалась все эти четыре месяца просто ты и и куцкий персонаж мне очень нравится и куты их не мифология очень нравится их не там какой-то движ ну короче мне это неприятно хотя у нас и понимаю тоже что-то происходит но почему-то как-то я даже на якутские то группы подписан инстаграме там постоянно смотрю как-то не любопытно их не отражусь не знаю почему этот этнос чем такой вот фильм получился с витей с летучим театром продолжаешь какие-то да вот я есть вот фильм трусики которые я думаю снять или я буду снимать его в сургуте у меня есть вариант снять его сургуте найти сургутских актеров и снять вот все вот именно здесь местном ключе и или же поехать в другой город сделать это там вот я пока вот думаю как мне сделать здесь так или так пока вот с актерами проблема найти вот по именно с лицами кто сможет сделать но вот виктор ведокимов один из тех кто подошел и кто согласился ну то есть сняться фильме овощи большая благодарность за то что он вписываться в какой-то бишь и вообще хотел бы для себя в этом году наверно побыть по найти побольше артистов вот этих вот актеров попробую с ним повзаимодействовать больше этих людей чтобы если что-то и создавать ну реально какой-то там бум всех же свои разные истории чтоб все это снимать я думаю чем больше этих людей лиц найти тем больше кого-то будет развитие сейчас все как-то ран немного разрозненно все как-то поделено по каким-то там причинам внутренним мне не интересно главное чтобы типа ну создавать что такое-то кино и все то есть какое оно будет как ты увидишь каждый человек смотрит по-разному на этот мир и это хорошо то есть если я например никогда бы я снял фильм про постапокалипсис эпидемия там 16-летние парни из белого яра хотят это сделать ну окей снимите этот фильм про этих там зомби с зарисованных кисточкой в последнее время ты решил освоить еще и документальное кино да снимаешь фильмы про различных представителей каких-то религиозных течений насколько я понимаю помимо пастора еще какой-то планируется фильм про девушку кришнаитку это почему почему не игровое кино вдруг потому что сложно как сейчас его снимать спал в сложно делать это автономно когда для меня документальное кино всегда был самым простым жанром но я так считаю не знаю может слишком типа громко сказано но если я считал что это очень просто это делать и как-то я всегда понимаю конструкцию как и все это буду делать и мне нравится следить за людьми то есть просто ли за человеком понял как бы его суть снял фильмы на эту суть нажал почему бы и нет у мне это очень интересен этот опыт документального кино еще фильм про стрит-арт сургутский для того что сниму ну 35 процентов ну вот я начал снимать фильм про уличного художника тоже не помню уже какой зимой короче начал снимать уличного художника ну типа постановочная хотел у меня была идея то есть документальный фильм такой короче была идея и рашид начал за ним снимать линейно тоже какой-то фильм вот я как-то пришел к нему что мы с ним разговариваем про фильм все про стрит-арт смотрю исходники там что говорим-говорим ингресс туши так у меня вот уже есть 35 процентов фильма и у тебя есть твои 70 сколько там 65 типа неплохо неплохо там все обсудили подумали и решили что вот такой будет фильм и фильм кстати будет очень такой интересный я думаю что мои документальный фильм это просто наблюдение за некоторыми людьми такое немного узконаправлено чисто свое любопытство и сколько это интересно преследовав снимая такие фильмы мне просто интересно как-то внутри прикольно все а вот фильм про стрит-арт я считаю что такого в принципе у нас нету в игре такого такое было когда-нибудь я думаю что нет и как именно так некий толкует как говорил человек и режиссер из фильмы и сериал региональное кино некий толчок от некий толчок что можно снимать немного по-другому и популяризировать какие-то вещи потому что уличных художников и вправду много какой-то стрит-арт существует ну почему об этом не рассказано если рассказано то как бы телекомпаниями но они работают в определенном ключе в ограничениях и не могут так раскрыть как это то можно сделать как бы в сети так что я думаю этот фильм я бы я сам хочу посмотреть уже потому что на рашид меня сам не показывает фильм но я думаю что будет прикольно эти фильмы скоро можно будет да я все все документалки буду выкладывать сеть простые тарты тоже скорее всего выложим сеть но хотелось бы показать его на площадке потому что фильм такой я думаю будет типа ажиотаж наберет резонанс но хотя кинотеатр работает ну да возможно за эти возможно можно сделать это показать в кинотеатрах если сделать прокатное состояние это не проблема просто вопрос как бы пойдут люди или нет там тоже такое идет голосование внутри ну у нас в порту был опыт мы показывали работу фестиваля сибири док-фест на документальное кино как-то в сургуте мне кажется не очень ну да да то что документальный фильм я думаю что не очень ты как-то и затянешь туда не сложно ну мне вот кажется что у не игрового кино вот фестивальный потенциал гораздо больше то есть ну проще куда-то его продвинуть там есть арт-дог-фест и куча еще других фестивалей и ну не нужно там входить в какую-то элитную группу режиссеров достаточно просто снять нормальный контент и можно быть замеченным ты планируешь участие в фестивалях именно ну вот я думал там же везде правило чтобы это нигде не освещалось сети я поэтому и спрашиваю когда их можно увидеть но когда пастора я снял я я думал что это фестивальное кино такое наблюдение но тут в алаве попал там кое-как выжил вообще мы фотографии показывал ну и что-то позвонил мне там сидела вот типа я понял что фильм то для него то есть почему бы и нет пускай я так немного подрастроился думаю ну ладно с фестивалем пролетая ну значит фильм нужен миру пускай значит он будет тут ведь реально так уж совпало что пускай будет в сети люди смотрят может кому-то поможет или подачу нет он не это фильме преследует помогать он просто преследует наблюдать и как например человек который ходит в другую конфессию да там православных христианин я все время представлял там вот что это секта какая-то еще всегда с осторожностью и я поэтому и решил понаблюдать просто там и съемка такая просто я наблюдаю как это все происходит ну и в конце фильма я вот как бы обозначил как я буду тоже вот этот фильм свою мысль финальную как когда все это увидел посмотрел что я думаю по этому поводу вообще поводу всех этих течений там обделение так далее да это интересно будет посмотреть так что это мы ждем я думаю к моменту когда выйдет наш выпуска уже что-то будет в сети мы прикрепим к этому ролику ссылку на канал стаса где он выкладывать свои работы по в тему документального кино ты так насколько знаю снимаешь уже много лет еще один документальный фильм про самого себя как ларс фон трир но могу сказать что скорее всего он будет завершаться так неожиданно все произошло что скоро будет конец фильма этот конец фильма он будет вызван каким-то событием в твоей жизни или просто уже все надоело мне снимать все что со мной происходит нет нет просто это будет конец как конец такой логический конец фильма почему нет на что будет логическим финалом но тоже будет спойлер ну то есть ты готовишься к чему-то судьбоносному эпохалю готовлюсь чему-то эпохалю звучит даже немного устрашающе как сценаристы мог бы отдать свой сценарий какому другому режиссеру и если вот предположим есть все отдавал не понимаю просто типа не могут ну разгадать что я хочу сказать например там кажется все непонятно сумбурно есть там прочитать сценарий амаля прочитать сценарий там вул там там не знаю любовь это на на самый прозрачный сценарий который был написан и это потому что все просто было а так не знаю не обладал бы любому кто захотел почему бы нет если бонт его такая тема устроилась ли вот взять всех мировых режиссеров включая самых топовых кому бы ты хотел отдать какой-нибудь сценарий свой я бы написал бы чем-нибудь вообще не знаю только могу угодно лишь бы сняли чем не знаю нет такого в каком жанре ты имеешь ввиду чтобы было снято показано типа вот тарантино например я бы хотел посмотреть как бы этот сценарий там увидел да не лучше сам снял чем чем отдавать сценарий пускай хорошо тогда вопрос такой чтобы ты снял при условиях неограниченного бюджета ну именно вот имеется ввиду жанр тематика ну там ты можешь построить космические корабли там или каких пришельцев там сделать или ты всегда когда планируешь фильмы всегда как бы делаешь сноску на тоже что 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 могу да всегда и по-другому не бывает почему жена привык так то есть вот например сейчас помогаю там ребятам снять фильм про там не знаю про эпидемию про постапокалипсис не знаю я ну я сначала начал снимать потом говорю давай снимай там высказывайся потом я только понял что и так есть нюансы прочитал сценарий и понял что человек просто написал все что хочет хочу здесь этому прямо вот так вот из космоса все а я же не привык так то есть я думал что человек логически понимает что если физически не можешь это сделать ну как-то нормально качественно тут этого даже не напишешь но большинство кстати большинство авторов это их минус они пишут какие-то там ну космические идеи там кому которую невозможно реализовать то есть в рамках бюджетов в рамках твоего региона даже в рамках твоих возможностей я как-то умеешь настолько автоматически это все рефлекторное когда что-то пишут когда мы так это не смогу это не смогу все здесь сделала так здесь ну прострою такую сюжетную линию там здесь больше на драматургию здесь больше на какую-то штуку как-то так по-другому не может быть не могу себе позволить этого к сожалению хотя если будет даже не знаю что то можно бог все что угодно снять наверно отойдем от тема кино ты работаешь поваром на толокане наверное это ну то есть работа по вахте несколько месяцев там несколько месяцев в сургуте для съемок кино вообще такой график это скорее плюс или минус но это когда посидел посчитал и понял что я в сургуте вообще суммарно провел наверное четыре года или 33 года по есть провел из десяти лет что работаю не работали четыре до четыре года здесь провел потому что половину жизни точно там провел там лет пять и еще года два наверное я провел в каких-то путешествиях то есть я здесь не живу там езжу в другие города там живут а месяц там могут в другую страну поехать там там пожить месяц вот так вот я понял что здесь очень мало нахожусь всего года три наверное если так суммарно все объединить вместе вот очень мало и вот ну и да работа такая интересная поваром поваром работы кстати работал сейчас я уволился поэтому такая новость для наших зрителей на на большее больше не работаю но было там прикольно сергей владимировичу привет передам хотя он не смотрит видосы по-любому это мой напарник кстати вот хочу сказать что вот я работа там 10 лет у меня был крутой напарник сергей владимирович такой огромный дядя сушку то мы с ними сном цехе стойка отстояли 10 лет по нему я буду скучать то есть повар клан уходит в прошлое окончательно да ты решил просто уйти или уходишь куда-то нашел что-то другой ну хочу попробовать подвигаться именно в плане создания здесь чего-либо ну именно у нас в округе в направлении кино хотелось попробовать это сделать так как понимаю что кино такая узконаправленная вещь не так много людей хотят этому учиться хотя хотя не знаю вот такие вот у меня внутренние вопросы а надо не надо как-то сам себе задаю вопросы на них отвечаю думаю но сейчас уже попробую сейчас уже попробую что-то буду делать создавать и если вдруг здесь в этом будет нужда как бы я за счет этого и буду как бы существовать и пытаться что-то создавать ну реально потому что если мы говорим о каких-то там феноменах чего-то там якутии там улану д это все начиналось людей люди шли на какие-то жертвы и чего-то отказывались в сторону чего-то так как здесь ничего не про не происходит или происходит очень тихо как-то между собой чеками я хочу немного исправить ситуацию и пытаться что-то прям сделать так чтобы это было прям очевидно верю ну вот вот же вот же уже просто не никак не отвинтится вот же люди делают и значит надо на это как-то реагировать как-то пытаться это развивать если опять же это будет нужно пока не знаю буду пробовать первые фильмы твои выходили под брендом повар-клан повар-клан почему повар-клан понятно а сейчас они выходят под названием каменный слон почему каменный слон ну у одного человека значил в моей жизни прозвище было слон я вот назвал вот типа сну хотел к увековечить его и вот каменный добавил типа он твердый каменный слон интересно ну расскажи чуть-чуть про вашу команду виктории ты продолжаешь работать да да вот она готова снимать фильма последующему с ней разговаривали но она уехала сейчас сургут уехал опять то есть не чтобы снимать мне придется как бы ее звать ему на съемку она готова приехать она еще не определилась будет ли здесь жить я думаю что говорят к сожалению очень большой уход людей творческих отсюда ну то есть такой отток колоссальный тип это гигантская проблема удержать их я никак я не знаю как ну то есть вот единственная возможность меня позвать ее на съемку конкретную то есть она приедет снимет окей ну типа здесь нет ничего того чтобы она бы задержалась и могла развиться ну нет нету и никто не сложно все это сделать вот ну думаю что надо начинать что-то попытку эту пытку исправить потому что вот мне там 30 мы уже какое-то поколение прожили но сейчас же есть эти молодые люди которые уже вот нас сменят может быть как-то не знаю может быть мы все-таки сможем этот как бы это по энтузи не было так много энтузиазма в моих словах эту прослойку пробить что ну типа хватит уже там акцентироваться на каких-то больших городах смотри какие-то проекты которые здесь там снимают за большие деньги бюджеты там там нет ну какие-то там вещи акцентируясь на больших людей из больших городов типа зачем уже все уже стерто уже все на одной вот такой вот линии просто нужно думать соединяться коллаборироваться и как что-то делать совместно но сложно потому что тут очень четкие деления на какие-то секторы и в них иногда сложно зайти ну мы вот стараемся как-то как раз таки эту функцию выполнить насколько возможно ну и появление тоже таких людей которые снимают кино например или делать независимый театр как тоже мне кажется немножечко пробивает эту ситуацию по чуть-чуть да ну жалко что сейчас еще это все с этой пандемии все так закрыто я думаю что вот именно 2021 год такой год бума вот именно в плане каких-то фильмов вот у нас здесь там еще что-то можно было бы прям ну пандемии все закрыть сокращает инфоповодом именно посадить человека в зал до человека из администрации каких-то больших людей которые распределяются эти средства чтобы показать вот смотрите в зале смотрите пришли люди смотрите что-то идет более-менее там адекватно и это смотрит за это хлопают это работает и это снято здесь каменный слон сургутский продакшен ну когда я показывал вот эти вот работы которую снимаю немногие город и где это снял я говорю ну типа здесь вот сургуте это вот наша команда не горит как вообще и пока как это возможно я говорю но какая разница вот так значит я думаю но я готов поспорить что здесь много таких людей еду смотрел короткометражку одного парня из белого яра ну короткометражку одного парня с белого яра ну так случайно вообще после этого фильма эпидемия там еще мне скинул еще один чувак работу не был в шоке типа когда увидел вообще я говорю вот если ты будешь снимать фильм игры пиши сценарий я его сниму прям те просто напиши сценарий ты очень крутой мощный потенциал чувствуется я бы о нем никогда не узнал я готов поспорить есть люди которые сами не сами не знают что у них внутри есть вот это вот заложено но потому что якобы там ну даже там мне написать в контакте типа я не буду написать потому что типа потому что у него есть страница в контакте то типа пишите если бы взаимодействуйте двигайтесь там как обозначаете потому что откуда ты знаешь где то чувак есть но по-любому есть какой-то талант ну чтож успехов тебе в этом будем ждать новых фильмов пример тех фильмов которые уже проанонсированы спасибо за то что согласился с нами побеседовать и за всю ту работу которую ты делаешь ну мы даже можно сказать делаем вместе в таком культурном в культурном плане видите спасибо за подготовку к вопросам я в шоке ты такое спрашивал откуда ты такую информацию узнаешь неплохо глубоко каблу ну что ж до новых встреч на я хочу пожелать культурному центру порт оставаться такими же крутым можешь там пожелать ему там что она оставаться такими же крутыми чтобы было много вы рождается какой-то авангард вы рождается какая-то какие-то люди появляются и я их всегда встречал в порту на каких-то мероприятиях постоянно те же фильмы показывать возможно люди которые снимают кино сейчас когда начинаю искать людей потому что действительно что-то снимает площадка вот как порт например лика если будет такая площадка существовать это и будет точкой роста то есть и без нее без вот этого типа человеческого энергия который выходит от зрительского зала ты ничего не получишь выкинуть все эти то ладно там какой-то комментарий написали а вот именно вот это но реально заряжает а площадок не существует таких возможностей вот на моем опыте только культурный центр порт хорошо немного навстречу вот спасибо вам за то что вы есть большое спасибо ну что ж успехов тебе успехов нам и успехов вообще всем нам в плане того чтобы как можно скорее мы смогли показывать фильмы живым зрителям и работать живыми людьми они только формате онлайн ну а пока мы продолжаем работать формате онлайн до следующего выпуска и всем пока